Всем привет! С вами Юля Симуля. Мы с вами играем в Sims 4. Это челлендж 7 пятниц на неделе, 47 серия. Добро пожаловать! Ребят, к нам в гости пришел Велорум. Но проблема в том, что мы ему не можем открыть дверь, потому что Франческа на работе. Я как бы надеюсь, что кто-то из детей одумается, я не знаю, впустит отца Билфреда домой, но что-то как-то они морозятся и не хотят идти к двери. Ну, как бы с одной стороны, мне очень хочется переключиться, особенно на Билфреда, и открыть папе дверь. Папа, ну блин, ну заходи ты сам уже. Не, говорит, все, не открывают мне, я поехал на своей тачке. В общем, до свидания. Не хотите? Я, говорит, в сыночку пришел. В прошлой серии они с Франческой, о господи, только что снимала Sims 2, простите, они с Вивиан ходили на свидание. И, в общем, Вивиан ему там сказала, чтобы он приходил почаще, проведывал своего сыночка. Ну, я так понимаю, что он послушал нашу Вивиан и решил прийти, но, к сожалению, Вивиан у нас на работе. И вернется она только в 11 вечера. Короче, вот так, не повезло. Я не знаю, кому не повезло, или Вилфреду, или Виорану не повезло, или нам. Ну, в общем, не впустили его дети домой и сидят, сами кушают. Я надеюсь, что кексики, печенье, кокетка кушает у нас Нэнси. Не знаю, она у нас пока не кокетливая. Ей, по-моему, кто-то звонит, да? Или нет, это Монике кто-то звонит. А Моника у нас тут, оба, она в купальнике. Это она вернулась в купальнике с... Боже мой, ну мы в прошлой серии с вами были в... Как он называется? Природный бассейн, да, мы там плавали. Вивиан, покоряя публику на местном мероприятии, когда один из ищущих внимания грубиянов начинает ее высмеивать. Вивиан может решить проблему двумя способами. Ответить хохмачу по полной или промолчать. Давайте мы по полной ответим. И вообще нефиг нас тут обижать. Отлично, Вивиан расправляется с ним. И кто теперь смеется? Клоун, рост продуктивности малый. То есть хорошо, что мы так сделали. Правильно, нефиг нас вообще обижать. На работе она до 23 часов. И в принципе сегодня мы все равно не получим повышения. И я думаю, что мы завтра на работу не пойдем. Почему? Потому что завтра у нас воскресенье. Я не знаю, это у нас серия последняя или следующая. Но вот-вот желтая неделька подходит к концу. Я еще не решила, какой будет неделька следующая. Но вот с желтенькой неделькой нам очень скоро придется сопрощаться. Придется прощаться с Моникой. С этим желтеньким домиком. И как обычно искать себе новых приключений. Я думаю, что все будет интересно. Чего ты ходишь кругами? Он вновь приперся. Ну, мне-то... Где сыночек-то? Где ходит? А, тут он сидит в Бликблок играет. Папаня твой пришел. Хочет с тобой, я не знаю, пообщаться. Пойди ему дверь открой. Мне кажется, никто ему не откроет. И опять он просто стоит. Но жалко мне прям. Давайте нафиг. Уйдем раньше с работы. Вивиан сейчас на работе. Да, мы уйдем с работы раньше. И давайте его впустим. Потому что как-то жалко очень пригласить войти. Виви, возвращайся. Да, мы заработали 115 миллионов. Я думаю, что нам этого хватит. Давайте еще лягушечек будем размножать, чтобы денежки были. Вот. И, слушайте, Нэнси его встретила, да? Она вышла его поприветствовать. Ну, наконец-то, да? Додумались впустить отца Виарана, то есть Вилфреда. Давайте пригласить войти. Заходи уже. Чего стоишь тут? Заходи. И тут сыночек, наверное, хочет с тобой пообщаться. А может быть и не очень хочет. Но в любом случае, Вивиан не может сейчас уделить внимание Виарану. Потому что она очень хочет спать. И давайте мы ее отправим. Я не знаю, есть ли у нее баллы счастья. Баллов счастья у нее, конечно, нет. Так что пусть идет спать. А мы понаблюдаем, как сын с отцом будут общаться. Тем более, что Виаран, он, конечно же, пришел к Вилфреду. Так что я надеюсь, что они как-то пообщаются. И, может быть, повысит свои отношения. Но все-таки папа должен интересоваться жизнью своего сына. Так что, видите, он его куда-то повел. Говорит, пап, пошли, я тебе покажу, как я играю в Бликблок. Или еще что-то покажет. Надеюсь, они не разбудят нашу... Разбудят. Они пришли к Вивиан. Решил побегать. Он говорит, сынок, давайте я буду показывать, как я, типа, спортом занимаюсь. А ты смотри, в будущем тоже так делаю. Он говорит, не, а я пойду лучше в компе посижу. Что я дурной, что ли, тебе бегать тут? Я, говорит, этим не интересуюсь. Мне бы поиграть. А Нэнси, я так понимаю, хотела тоже побегать на беговой дорожке. Хотела еще похудеть. А то она, типа, толстая сильно думает. Вот. Но дорожку занял Вилфред. Моника Льюис теперь пожилой персонаж. Моника взрослеет. Блин, Моника, с днем рождения. А мы не заметили. Вот так вот она спала, спала в купальничке. И тут раз, хоп, и повзрослела. Ну что же, мы устроим, конечно же, в честь Моники вечеринку сегодня. Да, она у нас теперь пожилой персонаж. По этому поводу никто никуда не пойдет. Ну, дети никуда не пойдут, потому что они у нас, конечно же, подростки. В школу в воскресенье они не пойдут. Вот. Ну, а наша Вивиан возьмет выходной. Потому что в воскресенье пора что-то менять. Ну, и потому что у подруги, у нее день рождения. Она у нас повзрослела. Уже теперь по-настоящему взрослая. Да, пожилой теперь она персонаж. И, в общем, мы будем устраивать вечеринку по этому поводу с утра. Ну, конечно, уже в воскресенье утром, когда будет светло, мы пригласим много гостей, когда наша Вивиан выспится. Боже мой, следующая неделя последняя. Я даже представить не могу. У нас осталось шесть дней до взросления Вивиан. То есть мы, получается, вступим в следующую недельку. И у нас останется пять или даже четыре дня до взросления Вив. Ой, мама дорогая, это получается, что она на следующей неделе, я не знаю, какой это будет свет, но она не всю неделю проживет следующую цветную. И потом она станет уже пожилой. И правила челленджа уже перестанут действовать. И мы, в принципе, сможем доживать ее старость до конца ее жизни, как мы захотим. Вот. Это, конечно, уже снимаются все ограничения с челленджа. Он считается уже практически пройденным. Просто надо как-то доиграть Симом. И посмотреть, ну, вообще на всю его жизнь. Тогда, вот, возможно, наша Вивиан и решит, наконец-то, обзавестись семьей. И выберет себе кого-нибудь в мужья. А может быть и нет. Может быть, так и останется сама по себе. Но мы это все будем смотреть по мере прохождения. Потому что еще одна неделя осталась. И, в принципе, любое какое-то даже малейшее ее решение или вот, ну, малейшая случайность, она может решить исход челленджа совершенно в другую сторону. Например, мы на следующей неделе можем встретить какого-то такого соседа, который полностью изменит нашу жизнь. Или пойти на такую работу, которая тоже все изменит. Никто не знает. Этим мне и нравится этот челлендж. Здесь только много неожиданных поворотов. И хочется, хочется побыстрее его проходить, побыстрее все это узнать. Так, смотрит она на Мишку и скучает, наверное, по семье уже. Да, дочка у нее, муж уже. Вы знаете, мы, наверное, сегодня пригласим... Вивиан знает родственников Моники? Я надеюсь, что знает. В общем, мы их... Вот, Джулия постарел. Хлоя постарела. Матерь божья. Эстель постарела. Да, и вот эта Корнелия тоже. У нее седые волосы. И Харви постарел. Боже, город. И Дин постарел. Все постарели моментально. В одно и то же время. О, боже мой. Вот так. Аманда уже умерла. Это дочка Изи. Вот, очень-очень быстро, к сожалению, город постарел. Ну, такова вот судьба. Они уже все пожилые. И сегодня у нас, я так понимаю, что будет собрание пенсионеров. Да, да я хотела посмотреть. Знает же, она родственников Моники. У нее дочка у Моники есть. Такая тоже светленькая, как и Моника. Не знаю. Вот она, Ники, да? Нет, это дочка Ливена. Ну, ладненько. Попытаемся там найти. В общем, пригласить. Потому что я думаю, что Моника уже сама скучает по своей семье. И после этой вечеринки своего дня рождения, она, конечно же, захочет домой. Ну, и Вивиан, конечно же, ее отпустит. Куда ж деваться-то? Давайте наймем мастера по ремонту. Только не выспалась еще. Нет, пусть высыпается до конца Вивиан. Может быть, кто-нибудь вообще одумается. И вот, смотрите, помощники. Какие наши дети. Вилфред. Вилфред, ну, почисть еще. Он посуду помыл. Но нет, дети, скорее всего, давайте я просто переключусь и посмотрю. Они не могут чистить предметы, потому что маленькие еще. У Моники плохие эти самые мудлеты, потому что день рождения мы ее пропустили. Но мы же не можем ей управлять. Поэтому, конечно же, пришлось ей самой день рождения пропустить. Давайте посмотрим, кто там у нее в родственниках. Потому что я не помню. Вот, Элизабет, это ее дочка. И есть у нее еще муж. А где романтика? Где романтика? Вот, Джозеф. Да, Джозеф Льюис, это ее муж. У нее, кстати, кошмар какой-то. Она с Марком, мужем Сильвии, тоже в романтических отношениях. В общем, Джозеф и Элизабет, это ее муж и ребенок. И давайте посмотрим, знает ли их Вивиан. По-моему, она их не знает. Блин, к сожалению, она их не знает. Ну, да ладно. Что-нибудь придумаем. Ну, в общем, встретятся они еще как-нибудь. Потому что Монике все равно уже пора домой. В воскресенье у нас наши соседи переезжают. Потому что заканчивается неделька. И мы, да, очень красиво это было, Виаранчик. И, в общем, мы будем переезжать скоро. Поэтому Монике нужно будет съехать. Так, я немножко нажму на быструю промотку. Потому что Вив там дрыхнет и дрыхнет. И вот Виаранчик уже убежал. Вот, пусть она высыпается. А наши дети, я надеюсь, тоже пойдут спать. Потому что утром будет вечеринка. И надо, чтобы они были в хорошем настроении. Но что-то они вот тут играют, болтают. И спать совсем не хотят. Смотрите, Нэнси получила танцевальный навык. Теперь с новым дополнением. Веселимся вместе. Появился танцевальный навык и навык диджея. Конечно же, эти навыки будут теперь добавлены в правила челленджа. 7 пятниц на неделю. Я их обязательно добавлю. И в группе ВКонтакте вы знаете, где у меня список находится. В всех этих самых навыках для челленджа. Вот. И также будут добавлены новые предметы из этого дополнения. Из дополнения Веселимся вместе. Предметы, с которыми можно взаимодействовать. Ну, чтобы... Я думаю, что это только разнообразит наш челлендж. И вот следующее поколение будет проигрывать намного интереснее. Я уже жду, когда закончится. Ну, как бы, с одной стороны, конечно, я не хочу, чтобы умирала Вивиан. Но все-таки хочется и интересно будет посмотреть на второе поколение. Так, давайте мы наймем мастера по ремонту. Потому что там очень много всего у нас сломалось. Я надеюсь, у меня там дочка в соседней комнате что-то там болтает, рассказывает папе. Я надеюсь, что это не сильно слышно. Ну, если слышно, то уже извините. А, ты что? А, звоните. Я думала, она сама будет чинить. Не надо чинить, да. Вызови мастера, пусть сам все починит. А ты, пожалуйста, пойди и приготовь кексики. Потому что кексница это предмет, который нам выпал. И мы теперь должны всегда готовить. Ну, давайте мы сделаем кекс с ирисками. Тут бегают всякие симы. И потом его скушаем. Смотрите, какой молодец мальчик. Я уже не раз замечаю, что Вилфред помогает по дому и посуду моет. Вообще, молодец. Мамин помощник растет. Когда, кстати, наши детки повзрослеют. Давайте посмотрим. Ну, еще 4 дня до взросления Вилфреду. И нашей Нэнси. Один день. Ой, боже. Это она, получается, очень скоро повзрослеет. Наверное, завтра. В понедельник. То есть, это уже будет следующая неделька. Она у нас станет взрослой. Интересно будет на нее посмотреть. Но она, в принципе, такой же останется. Я не знаю. Нужно будет ей подобрать какую-то черту. Ну, даже вот какую ей черту выбрать. Мы можем в этом челлендже сами детям выбирать черты. Она ревнивая. У нас уже творец и мыслитель. Блин, не знаю. Подумаю. Что-нибудь интересненькое я ей выберу. Посмотрим. Да. Нужно будет об этом подумать. Ну, не расстраивайся, Моника. Ну, что ж такое. Ну, все взрослеют в своей жизни. Сейчас кексиков покушаем. И будем организовать вечеринку. Старость, конечно, не радость. Ну, все будет нормально. Скоро встретишься со своим мужем, со своими детишками. И все у вас будет хорошо. Ты кексики приготовила? Вивиан, да, она приготовила кексики. Давайте угостим этими кексиками всю нашу семейку. Потому что на Инсе можно кушать много. Да и Вилфорду тоже можно кушать много. Потому что у них как бы вес сейчас маленький. От того, что они у нас переедали в свое время диетическое мороженое. И в связи с этим похудели. Так. Ну, и, конечно же, будем организовывать вечеринку. Куда пригласим побольше всяких наших знакомых. Я вот только не знаю, кого пригласить Вивиан из своих возлюбленных. Виарана или Харви. Бог его знает. Я не знаю даже. Ну, кого-то надо пригласить. А может быть, никого не будем. Наверное, пригласим мы все-таки Виарана. Потому что он отец Вилфорда. И Вилфорд, наверное, захочет его увидеть. Да, а Харви... Как мы пригласим Харви? Харви-то он не знает. Дети его не знают. И я думаю, что они не очень обрадуются, что у их мамы есть вот такой ухажер. Так, давайте мы организуем, запланируем общественное мероприятие. И пригласим наших друзей. Что такое у нее? А, она хочет сменить работу. Это я знаю. До работы ей 9 часов. Но сегодня на работу мы не пойдем. Сегодня мы организуем вечеринку. Здравствуйте, Вивиан. Это Виаран. Не хотите сходить на свидание? Бар, кричащие ламы. Конечно, хочу. Слушайте, ребят, давайте потом общественное мероприятие. Моника подождет, ну, приглашает нас в Виаран. Кстати, ребят, вы не находите, что это знак какой-то? Уже второй раз подряд нас на свидание приглашает Виаран. А что-то Харви молчит. Постарел как-то. Он, видимо, получается, он старше, чем Виаран. Он уже пожилой. И что-то не особо рвется он к нашей Вивиан. И в гости не приходит. А вот Виаранчик уже два раза приходил. И на свидание не зовет. А Виаран периодически приглашает. Так что нужно с этим задуматься. Давайте пожалуемся ему на проблемы. Скажем, ты что нам заняться в уху под кустом? Офигеть. Давайте займемся в уху под кустом. Только я хочу, чтобы у них как бы романтические отношения появились. А то сразу в уху под кустом. Ребенка под кустом. Кошмар какой-то. Ну, вот видите, вот Симы иногда делают все-таки знаки. Давайте обсудим страх обязательств. И вот знаки, о которых я говорю. Что иногда, когда есть выбор между несколькими Симами, Я все-таки предпочитаю, чтобы наш Сим, ну, чтобы Сим сам дал знак. Вот, например, Виаран, он реально какие-то чувства проявляет к нашей Вивиан. И на свидание приглашает. И в гости ходит. Так, где в уху под кустом? Почему нет в уху под кустом? А, боже, вот. Зачать ребенка и в уху под кустом. Я не знаю насчет третьего ребенка. С одной стороны, и хочется. Да, честно говоря, я бы не против третьего ребенка завести. Но, с другой стороны, Вивиан, блин, уже почти старая. Куда же ей ребенка-то заводить? И я такая еще вся в раздумьях. У нас еще время есть. Поэтому я подумаю. Я даже, вот честно признаюсь вам, что такое, в уху под кустом не хотите? Вы что, офигели? Давайте быстренько в уху под кустом. Так, вот, в уху под кустом. Где-то здесь, наверное, кустик имеется. Ну, будем за ними следить, куда они отправятся. А мы вообще пришли в бар, кричащие ламы. И тут у нас, наверное, кто-то есть. Да, мужик тут этот самый простой бармен. Только посетителей не особо много. И здесь можно еще, кстати... Ну, че вы не хотите в уху под кустом? Ну, вообще? Че они не хотят? Вот, наверное, куст. Да, вот этот куст. Отлично. Вот у нас есть куст и есть в уху. Давайте попробуем сделать так. Может быть, если нажать на куст, то они туда отправятся. Короче, я хотела... Вообще, у меня были такие мысли, чтобы зачать, Вивиан, ребенка вместе с Харви. Чтобы получилось так, что у нее трое детей от троих разных симов. Ну, я вот не знаю, очень сомневаюсь. Я же говорю, с одной стороны, хочется. Смотрите, что она творит. А с другой стороны, как-то, ну, не знаю. Она уже пожилая. И не знаю, стоит ли ей ребенка еще одного заводить или не стоит. В общем, я еще думаю. И, в принципе, может быть, может быть, еще все будет. Потому что время у нас есть. Пока наша Вивиан постареет, у нас еще с вами аж пять дней. За эти пять дней можно еще, я не знаю, троих детей завести. Ну, троих не заведем. Но вот двоих точно можно. Ну, я думаю, конечно же, об одном еще. Но вот мысли мои какие-то очень, очень меня загоняют в тупик. И я не могу решиться. Поэтому пока, вот видите, ситуация непонятная. Ну, пока, как пригласил Виаран, конечно же, мы идем. Я стараюсь не отказывать, если вот приглашают на свидание, если симы приглашают на вечеринку. Ой, боже, давайте это заскриним, как они выходят из-под кустов. Как будто, ну, да, боятся, что их кто-то заметил. Сделаем несколько скринов. Я стараюсь, как бы, всегда идти, ну, у симов, у игры на поводу. То есть, если приглашают на свидание, то мы идем. Так, что мы можем тут поделать? Мы же не просто так сюда пришли. Пусть пойдут и поиграют вместе. Бросить вызов. А что такое бросить вызов? Давайте мы Виарану бросим вызов и посмотрим, как они будут играть в эту игру. Наверное, они будут на деньги играть, а может быть нет. Посмотрим, короче. Ой, ой-ой-ой, да боже, какой мужчина, господи. Может быть, от тебя мы хотим ребенка третьего? Мама дорогая, да он нас преследует. Вот, кстати, у меня тоже были мысли по поводу Федотика, потому что, ну, это нереально. Он нас... Ой, он даже сюда прибежал. Да что ж такое? Давайте мы ему бросим вызов, потому что, ну, вообще... Давайте Федоту бросим. Ну, я не знаю, я хочу с ним поближе познакомиться. Он очень такой, я не знаю, импозантный, очень привлекательный и манящий к себе персонаж. И он просто не может, я не знаю, мимо нашего дома спокойно пройти. Я... Постоянно он как-то везде между нами трется и смотрите, как он смотрит. Ему не нравится Виаран, а потому что ему Вивиан нравится. Он говорит, что сюда пришел? Говорит, мне, говорит, девушка нравится. И пошел такой. В общем, ребят, я еще раз говорю, правда, Вивиан воняет немножко. Я надеюсь, Федота это не сильно... Не сильно это его смущает. Короче, 7 пятниц на неделю это настолько непредсказуемый челлендж, что может случиться все, что угодно. Может быть, вот будет к нам в гости ходить вдруг не с тобой, с тобой Федотик. И я не знаю, они влюбятся, поженятся и ребенка заведут. Кто его знает? Так что, Элизабет Льюис, здравствуйте, мы давненько не собирались. Может, пора встретиться? Ну, извини, мы уже как бы на встрече. У нас свидание, типа, с Виараном. Правда, свидание с Виараном, но мы с Федотом Беляковым тут играем. Давайте мы Федотику поднимем настроение. Я не знаю, может быть, это судьба какая-то. И давайте, ребят, узнаем его получше. Вообще, мы с ним ни разу не общались. Давайте спросим, кем он... Давайте денег попросим. Давайте денег у него попросим. Вот если он не жадный и даст нам баблишко... Что тут... Слушайте, голос, слышали голос какой у него? Кошмар какой-то. Такой злобный, прям такой... Сейчас посмотрим. Так, давайте спросим о карьере и хочу денег попросить. Давайте попросим большую сумму в долг и посмотрим, насколько он щедрый и даст ли он денежек нашей и Вивиан. В принципе, отношения у них не очень хорошие, поэтому может не дать. Тем более, Вивиан пованивает. А, это ж у нас, видите... Не-не-не, это не собрание клуба. Это просто написано, что Вивиан у нас лидер клуба Друзья. Ладно, она там у нас Федоту пока вызов бросает. Где там Виалран? Виалран тут с горем напивается с этим мужиком. Кстати, с симпатичным мужиком. Мне этот сим очень понравился. Я даже вот недавно, когда его увидела, вы помните, я даже пожалела, что мы его раньше не встретили, потому что правда сим очень симпатичный и еще не постарел. Видимо, тоже был подростком заселен, как и Виалран. Виалран у нас взрослый. Ну, он получается моложе, чем наша Вивиан. Короче, да, свидание у нас с Виалраном, но играем мы с Федотом. Мне в Федоте нравится все и уже даже нравится его вот эта маечка. Хотя раньше я, конечно, ржала с этого. Мы, по-моему, Федота впервые увидели, я его помню, как увидела, это была, по-моему, фиолетовая, что ли, неделька или даже зеленая. Он проходил мимо нашего дома и с тех пор он постоянно тут дефилирует, присматривается к нашей Вивиан. Слушайте, ну хватит уже играть. Даже Виалран обиделся и сказал, что думаю, пора прощаться и пожалуйста, больше не звоните. Слушайте, ребят, Виалран-то обиделся. Он обиделся, что Вив убежала играть в настольный футбол с Федотом Беляковым и сказал, все, Вивиан, я обиделся, больше не звони. Ты что, забыл? У нас же в уху в кустах было. Не звони, вообще офигел. Да и не будем звонить, сам прибежишь. У тебя сыночек от нас. Куда он денется? В общем, Вивиан, совершенно забыв про Виалрана, да, бросилась играть тут с Федотом. Только я что-то не пойму, мы ему бросили вызов и очень долго они уже играют. Что обозначает этот вызов и что будет дальше, я понятия не имею. Что-то как-то правда долго они играют. Я бы хотела с ним уже пообщаться, спросить о карьере и узнать его получше. Блин, ну вы будете уже заканчивать с этой игрой или нет? Тем более, Вив уже в туалет хочет. Может быть, они правда на деньги играют? Я не знаю. Так, мы получили 20 миллионов отчета о лицензионных отчислениях. Потом я делала много скринов про в уху в кустах и вот тут у нас Виаранчик говорил, что это самое лучшее свидание. А потом увидел, что Вивиан променяла его на Федота и сказал, что не звоните мне больше. Ладно, фиг с ним, мы типа не будем уже играть в этот футбол, потому что это как-то бесконечное занятие. Пусть они с Федотом все-таки пообщаются. Я хочу узнать хуй с хуй и вообще, что он из себя представляет. Этот замечательный молодой человек, который уже не молодой, а взрослый. И мне хочется узнать о нем побольше. Федот тайный агент. Ничего себе! Он тайный агент. Ребята, давайте быстренько Вивиан в туалет отправим. Он тайный агент и мне интересно узнать его черты характера. Сейчас что-нибудь о нем узнаем. И мы, кстати, у него там денег в долг будем сейчас спросить. Посмотрим, даст он нам денежек или не даст. Я думаю, что зажмет. Тем более, от Вивиан воняет. Ну, посмотрим. Вот. Интересный сим. Жалко, конечно, что он сгенерированный игрой и вообще я как бы в этом челлендже не планировала общаться с симами сгенерированными игрой, а только с вашими симами, которые подселены в город. Но что-то мне этот Федот покоя не дает. И видите, вот наконец-то наша Вивиан осмелилась и решила с ним заговорить. Потому что она все-таки видит, что периодически он появляется где-то там, где она проходит. Мимо дома нашего разгуливает. Она понимает, что он обращает на нее внимание и решила ему уже напрямую сказать мужик, что тебе надо? Скажи, что ты хочешь? Давайте с ним пообщаемся и, блин, в туалет ей уже надо. Надо ей в туалет. Сколько там до конфуза? Через три часа. Ну давай уже рассказывай о своих чертах характерах, потому что если ты злой, где-то ненавистник и, я не знаю, из-за дира какой-то, то нафиг ты нам нужен. Хотя, посмотрим. Так, он гурман. Ну, понятно, ребята. Ну как тут можно... Ну, конечно, он гурман у нас. Я даже... Как я могла сомневаться? Как я могла вообще считать, что он в зазирой злой? Конечно же, он гурман. И она его хочет оскорбить. Наверное, за то, что он гурман. Так, все, Вив, давай потом. Все, потом. Иди в туалет, иначе сейчас будет конфуз. Так, мы узнали уже, что Федот у нас гурман и он у нас тайный агент. Но сейчас нашей Виве срочно нужно сходить в туалет. Давайте пусть она вымоет руку. Блин, тут очень плохая раковина. Тут плохая раковина. Давайте мы в этом заведении купим хорошие раковины, потому что она с этой раковиной нифига гигиену, блин, не поднимет. Сейчас мы приобретем дорогую раковину, которая более-менее как-то, может быть, сделает ее не такой вонючей. Есть вот самая дорогая и она поднимает гигиену 6. Давайте какую-нибудь светленькую приобретем. Ну, вот, например, такую поместишься. Раковина, помещайся. Подождите. Блин, ну что ж такое? Давайте поставлю вот так. Все, помещается раковина. Давайте помоем руки. И я надеюсь... Так, только не прекращай ходить в туалет. Я знаю, ведь я там действие отменила. Да, использую уже все-таки унитаз. И вот сейчас, если с этой раковиной, по идее гигиена должна немножечко подняться. У нас, кстати, здесь происходит сейчас заседание клуба. И вот эти вот симы, у которых над головой бокальчик, они... Рой... Давай, еще разочек, помой руки. Федот, Федот, тут не ух... Ребята, он ушел. Это... Это капец. Он ушел. Я обиделась. Ну как? Как он мог? Вообще наглый. Он ушел. Мы так и не узнали о его чертах характера, потому что Вивен завонялась. Мы для него пошли, понимаете ли, мыть руки, чтобы ему не сильно воняло. Но получилось так, что... Он убежал. Ладно, ребят, давайте будем возвращаться домой. Тем более, сегодня мы обещали нашей Монике вечеринку в честь ее дня рождения. Мы должны ее нормально провести, потому что желтенькая неделя заканчивается. Вот, блин, ребята, как же мне получается, еще, наверное, я серию сделаю одну желтую или уже следующую неделю начинать с другой цвет. Я не знаю, тут очень мало времени осталось. Наверное, все-таки следующая неделя... Следующая серия еще будет немножечко желтой. Может быть, она просто будет короче, чем обычно. Но все-таки следующая будет желтая, а следующую уже новую неделю, новый цвет. Мы начнем с утра понедельника. Все, ребят, всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока!